Жители Балтийской 5 одномоментно лишились сразу двух благ цивилизации. Горячей воды не стало, когда колонки в доме отключили от газа. 5-го числа у нас оказывается на доме в одной квартире завалилась вытяжка газовая. Нас без предупреждения отключили от газа, никому ничего не говорили. В пятницу пришли с работы, газа нет вообще. Не приготовить поесть, не умыться, ничего. Отключили от газоснабжения еще два соседних дома. Обращаться стали сразу во все инстанции. Начали с горячей линии газовой службы, затем набрали управляющую компанию. Через три дня газоснабжение во всех трех домах восстановили. Но именно по адресу Балтийская 5 лишь частично. По данному дому поступила аварийная заявка, что разрушен дымовентиляционный канал. При приезде с специалистами АДС было обнаружено, что дымоходы на данном доме действительно разрушены. Поэтому было принято решение о произведении отключения, скажем, колонок. При внешнем осмотре наша съемочная группа заметила разрушение только на одной вытяжной трубе. По странному стечению обстоятельств, именно в эту квартиру аварийной бригаде не дали доступа. Жилищный надзор опирается на акты проверки газовой службы. Дымовентоканалы требуют срочного ремонта. Без осуществления ремонтных работ по восстановлению дымовентоканалов подключить газ к этому дому, это создает угрозу жизни и здоровью граждан. Вследствие чего управляющая компания инициировала собрание собственников, где объявила, что стоимость работ составит 100 тысяч рублей. А так как сейчас у дома накоплено чуть больше 46 тысяч, владельцам квартир предложили добавить недостающую сумму. С этим жители оказались не согласны. Вот этот шланг взяли нас, с этой и с этой открутили. Вот так взяли и ушли назад. Я не хотела пускать, у меня видели труба новая. Прошлый год племянник за свой счет сделал. Почему открутили, я не знаю. Позицию собственников поддерживают юристы. В конкретной ситуации буква закона гласит. Управляющая компания это коммерческая организация и все риски, которые по их работе, они как бы берут на себя. Поэтому о том, что у них не хватает денег отремонтировать общедомовое имущество, и они просят собрать эти деньги с жильцов, это все незаконно. Чтобы защитить свои права, жильцы должны написать претензию к управляющей компании на качество оказываемых услуг. Если результата не будет, то обращаться с исковым заявлением в суд. Пока же ситуация развивается при участии чиновников от профильного городского управления. Запланировано на 5 число комиссионный выезд с участием депутата по округу, администрации района, с моим участием с управляющей компанией для принятия оперативных решений с целью не затягивания дальнейшего отключения. Пока же жители Балтийской 5 уже месяц ждут возвращения благ цивилизации в свои квартиры, или хотя бы приезда всех ответственных служб, возможно, совместное обследование поможет поскорее найти выход из ситуации. Александр Злобин, Бахтер Салтанов, Константин Никитин, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин